всем привет кто смотрит мой плейлист по аккумуляторам надеюсь вы уже свои аккумуляторы десульфатировали научились это делать и больше этого не боитесь а также очень сильно смеетесь если вам кто-нибудь говорит что когда аккумулятор потерял емкость то его уже нельзя восстановить потому что для зрителей этого канала это уже не есть проблема все нормально десульфатируется аккумулятор работает что можно почитать в отзывах видео про десульфатацию аккумулятора дистиллятом я этому несказанно рад рад что у людей получается аккумуляторы восстанавливается и заодно разбивается глупые стереотипы навязанной интернетом всякими немножко нездоровыми блогерами которые утверждают что этого сделать нельзя покупайте новый аккумулятор и все тут не покупайте новый аккумулятор подписывайтесь на мой канал и меньше слушайте немножко нездоровых и туповатых блогер а сегодняшнее видео будет о такой штуке как о стратификации электролита а заодно в конце мы немножко посмеемся над умельцами которые заряжают кальциевые батареи тупым способом и так по порядку что такое стратификация электролита если перевести на русский язык на человеческий это расслаивание электролита что это значит это значит что со временем когда аккумулятор находится в спокойном состоянии или когда он работает в штатном режиме допустим на автомобиле в режиме когда он разряжен на 20 процентов то есть уровень зарядовый 80 процентов и иногда он подвергается неглубоким разрядом то есть все то что происходит штатно при работе его на автомобиле по истечении некоторого времени электролит расслоится внизу соберется более плотная и тяжелая кислота перемешку с водой вверху будет более легкая дистиллированная вода теперь разберем почему так произошло вот допустим вы разрядили аккумулятор до безопасной черты разряд не глубокий нормальный себе такой разряд и начинаете аккумулятор заряжать поставили его на зарядку как известно при заряде кристаллы сульфата которые находятся на пластины и в порах пластин переходят из стадии кристаллизации кристаллы растворяется и они приходят в стадию жидкой концентрированной кислоты так как кристаллы сульфата находятся на поверхности пластин то и кислота при их растворении образуется возле поверхности пластин и так как она тяжелее воды и тяжелее чем электролит в банках то под действием силы тяжести то есть гравитации более тяжелая и плотная концентрированная кислота которая образовалась от растворения кристаллов сульфата опускается по стеночке по стеночке пластины и аккуратненько вниз аккумуляторной банки и таким образом более концентрированная кислота скапливается внизу аккумулятора и к концу заряда аккумуляторной батареи мы будем иметь эффект стратификации электролита то есть расслоение электролита на более тяжкую фракцию внизу и на более легкую фракцию вверху внизу концентрированная кислота вверху дистиллированная вода в перемешку с кислотой и если мы возьмем ореометр в обезьяньи ручки и померяем плотность электролита в аккумуляторной банке при таких условиях а так как мы кислоту загребаем ореометром сверху пластин над пластинами то там у нас будет более легкая фракция и ореометр нам соответственно покажет плотность меньше чем есть на самом деле и вот чтобы не было этого эффекта для грамотных людей которые читают книжки или смотрят мой канал написано в книжечке и я вам говорю что плотность электролита в конце заряда меряется только исключительно при электролизе воды то есть когда электролит выделяет газы то есть простонародье кипит потому что при кипении электролита пузырьками газов которые образуются на краях пластин электролит перемешивается и концентрированная кислота изнизу банки переносится путем перемешивания электролита пузырьками газа в верхней части и таким образом электролит становится однородным то есть он перемешивается и вот только когда аккумулятор кипит тогда можно совать свои ручки очумелой вместе с ореометром и мерять плотность электролита только тогда плотность электролита ореометр покажет правильно если же вы будете мерить плотность электро до того как аккумулятор закипит то соответственно плотность он вам покажет ниже потому что электролит не перемешанный именно для того чтобы перемешать электролит и избежать такой пагубной вещи как стратификации электролита то есть его расслоение вам в инструкциях к зарядке по аккумуляторам батареям написано что аккумуляторная батарея полностью считается заряженной когда она в течение несколько часов не изменяет свою плотность плотность не поднимается и обильно выделяет газы опять обильно выделяет газ и плотность электролита не растет это написано каждой инструкции практически и написано там это не зря и делается это именно для того чтобы перемешать электролит и избежать такого эффекта как расслоение электролита если этого не сделать и бросить заряд аккумулятора до того как он начнет выделять газ и кипеть то внизу будет концентрированная кислота вверху будет дистиллированная вода и аккумулятор потеряет своей емкости потому что дистиллированная вода есть диэлектрик вверх пластин аккумуляторной батареи работать не будет работать будет только низ пластин тот который концентрированной кислоте и соответственно низ пластин быстрее засульфатируется кроме того кто смотрел видео про эдс аккумулятора тот знает что напряжение на клеммах аккумулятора зависит исключительно от плотности электролита залитого в банке а так как плотность электролита расслоена внизу выше чем вверху то напряжение холостого хода измеренного вами вольтметром на клеммах аккумулятора будет соответствовать полностью заряженному аккумулятору хотя ваш ориометр не будет показывать плотности полностью заряженную аккумулятор почему еще раз повторяю потому что вверху менее плотная дистиллированная вода которую покажет ориометр а внизу более концентрированная кислота которая выдаст напряжение эдс на клеммы аккумулятора и которая будет соответствовать полностью заряженным аккумулятор поэтому перемешивание электролита в конце заряда и сделаем обязательным иначе ваш аккумулятор долго не проживет ну а вот а теперь по поводу зарядки кальциевых батарей написал мне один подписчик прокомментировать одно видео попросил а в том видео один чувак сильно ошибку грамотный заряжал кальциевые батареи и показывал что когда он заряжает кальциевые батареи напряжением 14 4 вольта то в течение несколько суток она не заряжается и плотность электролита соответственно не растет но как только он поставил на зарядном устройстве 16 вольт тут же попрос заряд и тут же выросла плотность электролита и из этого он сделал вывод что как и много ошибочно делает выводы на youtube youtube полон всякой херней по этому поводу да и интернет полон что кальциевые аккумуляторные батареи при 14 4 вольта не заряжается а заряжается только при повышенном напряжении около 16 вольт так вот тому подписчику я написал что я не понял смысл этого видео и о чем этот чувак хотел рассказать а вам сейчас расскажу что сделал чувак на самом деле кальциевые батареи при 14 4 вольта заряжается и когда чувак поставил напряжение 14 4 вольт на несколько суток то аккумуляторная батарея зарядилась но плотность не выросла почему вот потому что электролит при этом процессе расслоился а так как при 14 4 вольтах кто смотрел мои видео почему кипит аккумуляторная батарея электролит не кипит аккумулятор газа мне выделяет тем более кальциевый то электролит не перемешался и так как чувак сильно ошибка грамотный мерил ориометром плотность электролита в верхних слоях то он получил соответственно плотность низкую увидел и сделал веру что аккумуляторная батарея не заряжается больше чем на 80 процентов а соответственно после того как он дал напряжение 16 вольт на клеммы аккумулятора электролит вскипел начал перемешиваться верхние слои электролита перемешались с нижними и плотность аккумулятора поперла вверх и он сделал вывод что аккумулятор заряжается так вот я думаю что из этого вы смысл поняли что делать вы поняли и конце такое резюме когда заряжаете аккумулятор кальциевый не кальциевый любой в конце обязательно электролит должен быть перемешан иначе ни хрена у вас не получится несмотря на то что весь сульфат в процессе заряда растворите он перейдет жидкую кислоту на эту кислоту еще надо перемешать в конце поэтому во всех инструкциях по зарядке аккумуляторных батарей кроме кальциевых написано что концом заряда батареи является бурное выделение газов то есть обильное выделение газов и плотность электролита находится на одном и том же уровне почему кроме кальциевых и как правильно заряжать кальциевый батарей подписывайтесь на канал я вам расскажу и после того как вы узнаете как правильно заряжать и почему вы будете очень дико ржать сами над собой и над тем как всякого дерьма налили вам в уши на просторах интернет все очень просто в кальциевых батареях заряжать их очень легко и просто кроме одного случая и вот об этом случае и как это делается я вам расскажу в одном из последующих видео подписывайся я думаю не пожалеешь